ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, если говорить очень коротко, всем детям нужен однозначно. Он важен, потому что на сегодняшний момент спорт замещает такое явление, какое было в моем детстве. Это активный досуг, который был в нашем детстве в большом объеме. Так называемая улица, общение во дворе, активные игры, социальные игры, где мы получаем опыт социального адаптации, работы в команде, решение задач с различным возрастом. Но сейчас этого практически нет. Сейчас это все ушло в онлайн. И онлайн решает только одну задачу. Это психоэмоциональную в большей степени, рефлекторную какую-то. А если мы говорим о том, что, не знаю, играть в казаки-разбойники, прыгать по гаражам, играть в футбол во дворе, общаться с разными категориями детей возраста, находиться весь день, сейчас этого нет практически. Если мы брали советского ребенка, мы считали, делали исследование, 15-20 часов в неделю мы тратили на активные игры, то сейчас это снизилось. Если мы берем классический период времени, когда идет учебный процесс, вы будете смеяться полтора-два часа в неделю. Причем дети в основном начальный школьный возраст. А если мы берем детей 10 плюс возраст, они практически на улице не находятся. Потому что конкуренцию, мы реально сейчас проиграем конкуренцию телевидению, мультфильмам, интернет, играм. И это сейчас самый главный вызов, как найти баланс между диджитал-пространством и реальной жизнью. То есть в идеале каждый ребенок, начиная, грубо говоря, с первого класса, должен заниматься каким-то видом спорта. Именно современные реалии диктуют в обязательном порядке. Давайте разделим нашу активность на три части. Есть активность, так называемый активный досуг. Это когда мы бессистемно поиграли, побалдели во дворе. Это вот одно. Мы там решаем вопрос, безусловно, что самого развития, но оно бессистемное, как получится, общение с детьми. Потом идет физкультура, то, что дается в школах, то, что вы ходите в какие-то секции, когда три раза в неделю мы замещаем фактически тот активный досуг, который есть. Там в большей степени это повышение каких-то навыков, реабилитация, то есть, не знаю, сила, скорость, выносливость, координация, что-то делать, гибкость. И третье состояние – это спорт. Когда вы уже осознанно понимаете, что ваш ребенок, а ребенок вместе с семьей только может добиться в спорте, он осознанно понимает, что есть спортивная цель, соревнования, сборы. И этот путь должны пройти все дети. То есть либо физкультуру, либо спорт. Но активный досуг вообще, в принципе, это состояние такое постоянного ребенка. Чем он больше активен, тем выпадем для всех. Соответственно, сейчас для меня этот вопрос вообще не стоит. Для меня, конечно, удивительно, когда родители приходят и говорят, я не могу слово «заставить». Все ребенка занимается слово «заставить». Ну, во-первых, давайте уберем это слово «вообще заставить». Мотивировать, да? Ну, найти интерес. То есть наша задача какая к родителям? Для того, чтобы ребенку было интересно. Ребенку было интересно заниматься этим. Может быть, ребенку просто не интересно этим заниматься. Я вот в своем детстве, когда был, я очень много видов спорта попробовал. Я не был там талантливым спортсменом, по физиологическим способностям, ну, не талантливым. Но спортом я всегда был занят каким-то либо. И я всегда работал на свой результат. Ну, то есть, условно, лично лучше быть сегодня, лучше, чем вчерашнего себя. Правильно. Вот ваше выступление на конференции родительской, чему будет посвящено? И как вообще вот узнать, какой вид спорта подходит для ребенка? Есть ли какие-то методики определения именно подходящего вида? Ну, на самом деле методик огромное количество. Ну, не знаю, там мы, я изучал там порядка 130 различных тестов от 6 лет до, не знаю, до 12 лет. Определить можно не вид спорта, например, там, вы там, не знаю, занимаетесь только дзюдо. Можно определить там, вы, вы можете заниматься единоборствами. Вы, ну, это вопрос, начиная с того, что какой... Когда приходит ребенок заниматься спортом, в первое, я могу сказать, нормальный тренер, всегда смотрит, знаете, на родителей. Какие они? С 90% вероятностью ребенок будет точно таким же. Рост, вес, антопрофессические данные, какие-то психоэмоциональные состояния. То есть вы сразу смотрите. Если ребенок приходит вам, ну, я беру уже откровенно, там, такие, если мама с папой приходят ростом метр семьдесят и хотят отдать в баскетбол, но шансов практически никаких. То есть максимального роста, вот, там будет 178-182. Больше он не вырастет, если, конечно, не будет каких-то физиологических или гормональных отклонений. Если вы берете там какие-то более близкие, там, игровые виды спорта. То есть мы же делаем тесты, определяем, в первую очередь, ребенку должно нравиться. Это самое важное. И надо понимать, что задача семьи, тренера и ребенка. Это не задача ребенка, не задача тренера. Это задача трех составляющих. А у нас часто приводится и отдают, и отдают на потребу тренера. Ну, тренер, конечно, безусловно, может сделать. Но, понимаете, тренер воздействует на ребенка пять часов в неделю. Ну, то есть три раза, там, по полтора часа. А семья. А личный пример папы с мамой, когда он видит это. Это важный фактор. И здесь мы должны понимать, что ответственность на нас лежит большая. Ну, и, конечно, я могу сказать, что одно из ограничений – это локация. В основной своей массе спортивные секции локализованы, и вы выбираете то, что вы физически можете сделать. То есть вы же не можете, например, принимать решение, не знаю, живя в центре города, возить на южный, или на грибной канал ребенка шести лет. Наверное, тяжело будет. Либо вы должны быть фанатично настроены на это. Еще самое парадоксальное, я, может, оттрую страшную тайну. 90% спортсменов высочайшего уровня в футболе, в хоккее, они из достаточно очень скромных семей, с достаточно, с очень ограниченными финансовыми возможностями. Но благодаря этому, вы знаете, я уже сколько раз разговаривал с тренерами, выигрывает тот ребенок, кто не приезжает на Мерседесе с мамой, с папой. Такова жизнь. Вот в вашем клубе каким спортом могут заниматься дети, и вообще какие сейчас на пике популярности у них? Вы знаете, на пике популярности все, что связано с… идет от врачей. То есть пик популярности сейчас такой навык, как плавание. Потому что плавание является нашей физиологической потребностью, навык жизнеспособный. Потом, конечно, из плавания вы можете уходить уже в какие-то виды спорта около плавания. Там водное поло, синхронное плавание, там прыжки в воду. Очень популярно различные единоборства. Очень популярно. Причем я бы спорт разделил бы на три части. Есть спорт олимпийских видов спорта. Это вообще отдельно стоящий. И вам надо понимать, что это поддерживается государством, что это есть программы. То есть все. Там высочайшая конкуренция. Есть виды спорта, которые популярны, но они не олимпийские. И они живут сами по себе. Их государство финансирует по остаточному принципу. А как подготовить ребенка к победам и поражениям в спорте? Если он решил заняться спортом, добился каких-то высот и вот дальше. Ну, я могу вам точно сказать, что если… Я много вижу, как родители реагируют, работая сам тренером командных видов спорта. Но первое, родитель не должен давить на ребенка. То есть психоэмоциональное давление создавать не надо. Мы не сдержаны. Мы транслируем свое состояние. Мы не всегда это можем делать. И разбирать ошибки. Ошибка – это же хороший способ. Ошибка – значит, вы нашли точку роста. Мы же ошибку как рассматриваем? Как унижение и падение. Это неправильно. Ошибка – это то часть, что вы совершили, значит, вы получили опыт, и у вас есть точка роста, как вы должны расти, что нужно делать. Знаете, в спорте такое понятие. Самые нелюбимые упражнения, как обычно, самые полезные для вас лично. Если вы их не любите, значит, делайте их много. Это ваше полезное, самое лучшее упражнение. И в спорте здесь надо понимать, анализировать, делать поддержку психоэмоциональную, понимать, почему он проиграл ребенок. Не просто там «Вася был крупнее», но это весь объективные причины. Находить способы ребенку объяснить. У нас маленький ребенок, лично мой. Я же не только выступаю как тренер или как человек, который работает в клубе. Я же выступаю еще как папа. У меня двое детей, один уже взрослый, другому 7 лет. Я прохожу этот путь сам. То есть я повторяю. С первым повторил, сейчас повторяю со вторым. И я понимаю, что я поменялся. Я тоже был не всегда адекватен в оценке достижения моего ребенка. Мне хотелось только медали. Ну, то есть, понимаете, нас формирует как личность поражение, а не победы. Именно поражение. То есть поражение нам дают возможность сделать. И здесь надо помочь ребенку объяснить, почему это сделать. Вместе с тренером рассказать, какую программу сделать. Спасибо большое, Владимир, за беседу. Пожалуйста. О спортивной теме родительской конференции мы говорили с Владимиром Гордейчиком, генеральным директором сети клубов «Маги-спорт». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова